И последнее. В Якутск прибыл правнук американского полярного исследователя Джорджа Де Лонго Крейг Коннелл. Главной темой сегодняшней встречи в Институте Мерзлотоведения стал подвиг Де Лонго, который он совершил во время экспедиции, стартовавшей в 1879 году. Она проходила через Берингов пролив с целью достижения Северного полюса, а также поиска экспедиции Норденштельда. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Как признался правнук Де Лонго Крейг Коннелл, впервые об экспедиции на Северный полюс он узнал от своей мамы, когда она изучала различные документы, связанные с экспедицией прадедушки. С тех пор эта история всегда его привлекала. Приезд в Якутию он никак не ожидал. Для него это стало большой честью. Вступить на землю, где был его прадед, где его исследования стали достоянием российского народа. Основная его заслуга в том, что он открыл три новых острова на севере России. Очень интересно, что он в своих записях делал четкие замеры температуры воздуха, воды, толщины льда, восхода и захода солнца. Это позволило сегодня, спустя 140 лет, использовать его данные в исследовании глобального потепления. Это неповторимый опыт и знание. Знаменитые малые острова Де Лонга, которые носят имена спонсоров экспедиции Жанетте, Бенетте и Генриетта, были открыты после того, как 12 июня 1881 года судно Жанетте было раздавлено льдами. Поражает, что после экипаж не только спасался и выживал, но и проводил исследования. Де Лонг с товарищами погиб от истощения на одном из островов в Дельте Лены. Он теперь называется Америка Хая. Два года почти дрейфовало их судно. И по направлению пути дрейфа были выявлены закономерности морских течений, закономерности дрейфа пока у льда. Кроме того, они доказали, что никакого открытого бассейна на полюсе в Арктике нет. На встрече господина Коннелла ознакомились с архивными документами экспедиции Де Лонга, которые сохранились в Национальном архиве Якутии. В их числе письмо Мелвилла и документ о награждении ссыльных, принимавших участие в спасении экипажа. Наши документы, они могут раскрыть вот такие детали, детали вот этого времени, которые могут дать новые данные, в основе которых могут быть даже написаны, ну и кандидатские, и докторские защититься люди могут. По мнению участников встречи, история хранит несчетное количество трагических и славных страниц освоения Арктики. Она всегда привлекала самых отважных и мужественных людей. Таковым является Джордж Вашингтен де Лонг и все те, кто погиб во льдах, но оставил после себя огромный вклад в изучение самой суровой точки мира. Марияна Кутукова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.